Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке, штат Мичиган. Хочу показать нашу Марийку, которая пошила вот такую тунику. Это первая туника в её жизни, которую она пошила сама за вчерашний день. Вчера к ней пришёл талант, дай Бог, чтобы дальше так было, и ещё улучшался этот талант. И она захотела пошить, попробовать пошить тунику. Это первая. Карманчик вот она пошила, но низко, очень низко, но на первый раз это нормально, я считаю так. Она нигде не училась на швачку, ничего. И с капюшончиком, и с какой-то вот так сзади. Она вставила, снизу она вставила резинку, уже то другое платье, то она уже не вставляла, просто так заложила его и всё. А сюда резинку вставила, пошила капюшончик вот. И это она так специально пошила, такое широкое, худи как бы. И вот покажу, как пошит карманчик. Вот, вот рукавчики пошила, резинку тоже сюда вставила. И вы представляете, с какой ткани, кто угадает, с какой ткани? С той ткани, которую я купила постель. Вот, да, твинс, да. И она захотела, увидела эту простину, мы эти простины не пользуем, как я говорила. Мы, ну, как-то, не знаю, не привыкли мы. И вот она так у нас начала шить. Я очень хочу, чтобы она и дальше шила, чтобы училась. Это она взяла свою тунику, отмеряла её без выкройки, просто приложила или умеряла. Марика, как ты делала? Положила и наливала. Да. А, то ты сразу рисовала на ткани? Да. Сразу на ткань, да? И вот такое получилось. Ну, дома бегать будет само то, классно. Да, до ванды бегать, да. Ну, это такая тонкая будет, как бы. Та другая, та теплее, да, как медвежонок. Так что, вот наша маленькая швея. Вот и её другое платье, такая туника. Это она пошила. Ну, что-то там у неё сверху там немножко не получилось. Ну, она там переправит. Вот карманчик здесь есть. Ну, давай покажи нам руки в карман. Вот так. Это была у меня такая мягкая-мягкая, тёплая ткань. Как на плед или что там. Ниточка. Она такая мягкая. И она вот решила пошить такие туники. Давай, поворачивайся. Задом, встань задом ровненько. Вот так. Надень капюшон. Капюшон тоже пошила. Это она вчера что-то и... Проснулся талант швеи, наверное. Ну, я бы была бы очень рада, чтобы она научилась шить. У неё есть такая туника, и она захотела попробовать без выкройки. Она просто отмерила, Марик, отмерила от той, да? И себе так сделала. Раньше она шила для собачек и эти такие бандены. И для кого? И для кукол одежду, да? Да-да-да. И для кукол шила одежду. Но более она шила для собачек и продавала по инстаграму. Сейчас уже всё забросила. Ну, и, короче, она пошила вот это такое уже другое платьице. То, например, это первый раз, первое... Вот так дома. Сейчас у нас зима будет, да? Дома ходить, это просто супер. По дому. Да, тёпленькое такое, удобное, да? Так что вот такая у нас швачечка. И вот третье, что Марика нашла, что она пошила. Она пошила себе пижаму. Пижамные штаны, брюки или штаны. Да, это она дома. Кофточка, то это так, не её. А штаны она сегодня пошила. Такая ткань флиз. Я её брала. Такие пледы можно шить, и с них такие мягкие они. То вот она уже пошила такие штаны. А ну, боком встань, покажись. Вот такие. Повернись. Наша швея тоже. Я говорю, как ты их кроила? И она мне рассказывает, как она взяла брюки тоже, да? Да, вот так, вот так. И она всё вырезает. Вы знаете, я удивляюсь, например, мы. Я нигде не училась на швею. И она нет. Вот так, самоучка. Так что это первые. Первые. Ну, я надеюсь, будут и дальше. Будешь ещё штаны шить, да? И маме тунику пошьёшь, да? Она уже хочет, чтобы я купила ей ткань такую, как шить спортивные костюмы. Знаете, это, наверное, или трикотаж, или как оно называется? Тёплая она. Да, да, да. Тёплая такая. Как вот у меня туника есть, да? Я на Украине заказывала. Да, да. Вот такую ткань она хочет, чтобы я ей купила. И она будет шить. Ну, ещё несколько пошьёшь вот таких. И будешь начинать. Так что, кто... Спасибо за просмотр. Давай, говори. Субскрайб. Субскрайб с мамин канал, да? Хорошо. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Напишите, кто специалист и кто швея. Как будет она шить? Как вы видите? Видите её будущее, что вы наше... Она говорит, конечно. Хорошо, друзья. Всем пока-пока и всем спасибо.